На протяжении десятилетий Аманда Скорпинати бережно хранила старую черно-белую фотографию медсестры, которая держит тогда еще маленькую Аманду на руках. Эта фотография была сделана в Нью-Йорка в 1977 году после того, как Аманда получила серьезные травмы. Девочка, которой на тот момент было всего три месяца, упала с дивана на паровой испаритель, получив ожоги третьей степени. На фотографии видно, что голова маленькой девочки обернута марлей, так как медсестра делала все возможное, чтобы облегчить состояние малышки. В течение следующих лет Аманде пришлось перенести несколько операций и терпеть издевательства одноклассников по поводу своей внешности. Всякий раз, когда Аманде было грустно, она доставала черно-белую фотографию медсестры. Это приносило ей облегчение, напоминая о том, что когда-то был человек, который с большим трепетом заботился о ней. Всю жизнь Аманда надеялась найти своего ангела-хранителя. Ее поиски продолжались 20 лет, и в конце концов женщина решила обратиться в социальные сети в качестве последней надежды. То, что произошло дальше, не сможет оставить вас равнодушным, поэтому я просто обязан поделиться этой невероятной историей с вами. Это произошло в 1977 году, когда трехмесячная Аманда Скорпинате была доставлена машиной скорой помощи в городскую больницу города Олбани в Нью-Йорке с ожогами третьей степени после того, как упала с дивана на домашний паровой испаритель. В больнице о ней стала заботиться молодая медсестра. На черно-белых фотографиях того года видно, как она держит Аманду на руках и нежно улыбается ей. Аманда оправилась от случившегося, но, к сожалению, на протяжении всего детства она была жертвой бесконечных издевательств из-за оставленных ожогами шрамов. Я росла, изуродованная ожогами, поэтому надо мной постоянно издевались и мучили, рассказывает Аманда информационному агентству EP. Тогда я смотрела на эти фотографии и говорила с ней, хотя и не знала, кто она такая. Я успокаивалась, глядя на эту женщину, которая, казалось, так искренне заботилась обо мне. Аманда надеялась, что однажды она сможет найти медсестру, которая ухаживала за ней в то трудное время. После 20 лет безуспешных поисков, Аманда обратилась в социальные сети. Она поделилась черно-белыми фотографиями на своей странице в Facebook и написала «Мне бы очень хотелось узнать ее имя и, возможно, поговорить и встретиться с ней. Пожалуйста, поделитесь этими фотографиями, так как никогда не знаешь, до кого они смогут добраться». Ее пост разлетелся в интернете, а на следующий день она получила сообщение, которое так долго ждала. Анжела Лири, которая в тот же год работала медсестрой в больнице, на фото узнала свою коллегу Сьюзан Бергер. В то время Сьюзан был 21 год, и она только что закончила колледж. Она также, как и Аманда, хранила эти фотографии и никогда не забывала девочку с ожогами. Я ее помню. Она была очень спокойной, вспоминает Сьюзан. Обычно, когда детей привозят из операционной, они спят или плачут. А эта девочка была такой спокойной и доверчивой. Это было потрясающе. Вскоре после публикации, спустя 38 лет, медсестра и ее пациентка снова встретились, и эта встреча была очень эмоциональной. Я не знаю, есть ли медсестры, у которых было нечто подобное и которым повезло так же, как мне, чтобы о тебе не забывали на протяжении всей жизни, говорит Сьюзан. Это большая честь для меня представлять всех медсестер, которые заботились об Аманде на протяжении многих лет. Я был так тронут, прочитав эту невероятную историю, особенно учитывая, через что пришлось пройти Аманде за все время. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.